МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Испортбетс.com Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Доты 2 до Хардстоуна. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает вверх плат? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испортбетс.com. Живой азарт и холодный расчет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В первой карте Гиперглори Тим был у них такой спад. Ну, можно сказать, действительно, сами себе там заменили. Но потом быстренько собрались, успешно закончили. Разумеется, 1-0. Что говорить про вторую игру? Что вообще можно ожидать? Вич и гейминг, ну, немножечко будет, конечно, пославше. Это да. Это да. Я думаю, что Вич и гейминг должны были прощупать команду ХГТ в первой карте, найти их слабые места. То есть мы видели, что действительно Гиперглори Тим допускает периодические ошибки, где-то проваливаются, в каких-то замесах могут подставляться один за другим, устраивать какой-то конвейер. Поэтому если Вич и гейминг сделают правильный пик, грамотный, и грамотно будут давить на слабые места противника, то у них должно, в принципе, все получиться. Что-то посмотрим. Да, будем уже переходить мы непосредственно к пикам. Лишрак, Шейкер от Вич и гейминг. Да, Виседжем, ХГТ ответили и на ФП. Потом добрали Клоквер к себе. В банах, видимо, Дайгера, Коптер, Вайпер, Дрорейнджер. Минус. Клопа минус также Виверна. Минус Бродмазер и Баунти Хантер. Потому что вторая статья пиков пошла. Ну, Виседжа своего любимого ХГТ взяли все-таки. То есть они заставили при этом Вич и гейминг забанить и Вайпера, и Дрорейнджер. Потому что Вич и гейминг этого уже испугались. Ну и на самом деле правильно испугались. Потому что было бы уж слишком противно. Опять же, находиться против тех же самых героев. Еще и Виспа бы здесь им, конечно, не хватало. Клоквер к, в принципе, замена морфлингу в таком случае. И все было бы логично. И, разумеется, с Вич и гейминг происходило бы то же самое, что и в прошлой игре. А так? Так, теперь придется подумать, Гиперглори Тим, что им забрать дальше. Ну, я думаю, они найдут выходы. Они найдут варианты. Пока что очень долго Джеймис здесь думает. 50 секунд бонус тайм у него осталось всего лишь. Это третий пик. И кроме двух суппортов нужно находить кого-то еще. И вопрос, будет ли вообще Лешак у нас с суппортом. Бристлбэк появляется. Да, у команды Вич и гейминг потеншал. Вы пока не обращайте внимания на титры. У нас немножечко неправильно здесь команды отображены. Нам это сейчас очень быстро поменяют. Маза Рейдинг играет Хайпер Глори Тим. Собственно, задает Вич и гейминг потеншал. Да, вот так теперь все правильно. Вич и гейминг взяли себе Бристлбэк. Ну и третий пик от команды ХГТ. Ну что, пока вроде бы есть суппорт. Вроде есть и оффлейнер. Надо добирать кор героев. Надо добирать черного суппорта. Вот появилась первая проблема. Это Бристлбэк. Ну, давайте думать, как, собственно, эту проблему решать. Самое распространенное решение против Бристлбэка, это, конечно же, Акс. Но, правда, на позицию сложной линии здесь на оффлейнер уже есть кокверка. Поэтому Акс, казалось бы, некуда ставить. Тем не менее, как один из вариантов борьбы, скажем так, с этим Бристлбэком. Ну, бывают и фармящие Аксы. В лице Блэка какого-то я видел несколько десятков раз, по-моему. Очень уж любит он этого героя. Посмотрим, будет ли здесь что-то подобное. Я, конечно, сомневаюсь. Будет, наверное, какой-то, ну, самый обыкновенный керри-герой, который просто может сражаться с Бристлбэком. Да и вообще, какая часто бывают задумки. Хороший Висп. Опять же, Висп. Визаж Висп. Неплохо. Есть Тинни. Не в бане. Ну да, то есть вообще Виспа стараются в первой стадии банов просто убирать любые коллективы. Это было и на последних турнирах до International, до этих квалификаций. Вот, то есть Висп, андайн, стандартные два бана практически у всех команд. А здесь каким-то образом Висп остается в пули. Причем второй раз подряд. Дают ее команде ХГТ. Ну и недолго дома, какая этого героя себе добирает. Ну, под Виспа просто любого хорошего персонажа берешь, любого кора, которого Висп будет довольно серьезно обхиливать. И у вас вроде как все в порядке. И уже какие-то комбинации прослеживаются. Ну и посмотрим, чем, конечно, сейчас ответит Вич и гейминг. Каков будет четвертый герой? Ильшак, я так понимаю, все-таки суппорт сегодня, а не фармящий. Баратрум. А вот теперь все становится еще интересней. Да, тут на самом деле такие герои, что они взаимозаменяемы. То есть они могут на разных ролях выступать. То есть что Ильшак может быть одного из кор героев, может быть суппортом. Бристлбек может быть оффлейнером или майнкейрис. Спиритбрекер может быть всеми суппортом, либо оффлейнером. Применить героев многогранно. Даже ИС может на оффлейн пойти. Поэтому сейчас так вот определить, кто куда у нас выйдет, практически невозможно. Возможно только увидеть, что у команды ХГТ появляется Свен под Виспа. Да, и Свен, конечно, будет сейчас здесь раскурочивать всю команду Вич и гейминг, насколько я понимаю. Потому что есть Клакверк, есть Визаж там с каким-то замедлением. Тем более просто прилетели, стан буквально. Один-два крита и Ильшак Шейкером уже больше не герои. Да, Бристлбек будет терпеть. Если у Бристлбека будут какие-то артефакты, он сможет это терпеть. Братрум, ну в принципе, тоже почему бы и нет. Там у него есть куча станов, всякие чарджи, Незерстрайки, Баши. И если он что-нибудь прокнет, он как бы лишних пару секунд поживет. А там дальше уже можно его раскаетесь. Но дело в том, что здесь три героя милишных. Как убивать Свена, остается загадкой. Да. Как убивать Свеном, как убивать Свеном. Ну если будет тот Свен, который мы видели там двумя картами ранее, тут, конечно, будет разваливать всех налево-направо. Такой Свен, раскачанный под висплом. Так вообще бомба. Но вот Дисраптора забанили, Хаббер Глори Тим. Действительно неприятный суппорт именно против этой связки. Феникса добирают. Решили вот таким вот образом кайтить этого самого Свена. Тоже разводить. То есть будут у нас Сафар Спиритсы залетать. Будет ставиться Супернова. Еще один герой, который требует определенного к себе внимания. И на которого фактически будет один только Свен. Теперь еще один вопрос. Кто будет находиться в мидлейне? Лишак. Опять же, по линиям вообще как угодно можно расставить. Драгонайт. Ой-ой-ой-ой. И Драгонайт от Гиперглори Тим. Прям ребята уж слишком, по-моему, затарились такой боевой мощью. Прям конкретный. Четыре силача в пике. Ну и что в одном, что во втором, кстати. Прям очень интересно. У нас сейчас будет бойня здесь. Я свое предпочтение опять же отдам Гиперглори Тим по пику. Я даже отдам не то, что по пику. Я отдам по способностям команды. По способностям. Это мы уже тоже объясняли. Если брать именно выбор героев, то Гиперглори Тим, разумеется. Ну не да. Вот она показывает опять коэффициенты на Gaming Bands. По-прежнему те же самые. Ну, чтобы вам, собственно, показать, что сколько бы вы могли выиграть, если поставили. Точнее, сколько вы могли проиграть, если поставили на команду Hitch Gaming Potential. Все. Потому что, ну, первую карту они проиграли, а не факт, что выиграют вторую. Да, ну вот в лаунже разница, видимо, такая 84% или 16%. Было 90 и 10. 90 и 10, да, было в прошлой карте. И ребята сыграли 1-1, в принципе. Да, так что все может быть. Опять же, это Best of 2. Очень удобный формат проведения для ставок. Терзайте, кто там хочет. Да, опять же, у нас какие-то паузы. Кто-то куда-то убежал. Стандартная ситуация. Стандартная ситуация, действительно. Особенно на ланах, да, очень стандартная ситуация. То, что ребята… Кто-то куда-то убегает? Да. Найти не могут? Очень, на самом деле, странно это все. Ну, я думаю, мы подождем несколько минут. Ничего уж страшного не будет. И посмотрим за второй игрой этого третьего матча. Да, довольно, опять же, сложные и интересные пики, получается. Анализировать, здесь предсказывать, кто же в них окажется сильнее, очень сложно. Во-первых, нужно посмотреть, будет у Вичгейминг потенциал, как будут располагаться герои по линиям. Кто куда пойдет, чем будет заниматься. Кого поставят в качестве фармил, убиватор, кого в качестве оффлейнера просто. Кто в мид вообще пойдет? Ну, в мид Лешрак, скорее всего, у нас отправится. Лин уже там сел на Лешрака. Кстати, он будет против Драгон Найда, судя по всему. Такое вот интересное противостояние. Окей, Джеймс на сложную, судя по всему, отправится на Фениксе. Будет фармить у нас Ксена Бристлбеки. Может быть, отправится он вместе с Бристлбеком, допустим, вдвоем. Может быть, вполне. Абратром где-то как раз таки будет фармить. Опять же, вариантов действительно огромное количество. Как бы ты линии не поставил, ну, в принципе, что так, что так будет успешно. Вообще, линия Спиритбрекер и Феникс, она топовая. Вот это дабла, сложный. Я бы даже, наверное, сравнил ее как с Undying и Спиритбрекер. То есть это два таких труднопробиваемых и убиваемых персонажа, которые на развороте могут тебя еще и поломать. Что Спиритбрекер чарджет там и убивает Виспа очень быстро, например, на линии. Что Феникс раскидывается, датифайр, спирит и всех поджигает. И Карус Дайв выдает. Так что, скорее всего, мы увидим здесь именно Феникс Спиритбрекер, она сложный. Да, да, действительно, есть такая у нас возможность. Ну и где вы, Вичи Гейминг? Потенциальный Вичи Гейминг? Отлично. Вот, как раз таки, только я успел у них спросить. Разберемся, кто на ком нас играет. Hyper Glory Team, The SMJ будет играть. У нас на Свене, Эйр, Драгон Найт, Притихоу, Визаж, XTT, Клакверк и КК вновь на Виспе. Ну и ребята из Вичи Гейминг Потенциал отыгрывать, они сейчас будут за сторону Дайр. Докфайт сыграет на АЕСе, Джеймс на Фениксе, Ксис будет сыграть на Бристалбеке, Лин на Лишаке. Ну и остается у нас последний Янг, какой-нибудь там герой. Какой у него там герой, вот действительно очень хороший вопрос. Spirit Breaker у него будет. Ладно, ждем по-прежнему этого самого Spirit Breaker, куда-то там гуляет, ну собственно, Вичи Гейминг Потенциал, этот игрок. Ну казалось бы, за стадию драфта можно было бы уже исходить по своим делам. Ну да, да, действительно. Будем ждать, другого варианта у нас в принципе нет. Да, ладно, пока мы ждем, вы в общем-то знаете, что на правильной трансляции у нас тоже матчи идут, а между трансляциями у нас срывается и аналитика, которая тоже вам показывает все эти матчи. Вы, я не знаю, те, кто уже проснулись, наверняка у вас там много народу, пишите что-то, я не знаю, в Twitter, ВКонтакт мы не можем прочитать, у нас тут все заблокировано, в Twitter можем. Да ладно, показываешь, не можем. Пишите в Twitter, да, собачка Адекват ТВ, либо собачка Нешхард, и мы интересные сообщения какие-то будем. Да, действительно, будем прям, наверное, в паузах зачитывать, что нам еще делать в этих паузах. Допустим, можно было бы посмотреть какую-нибудь интересную статистику про команды. Да, что-нибудь нам может быть выкинем сейчас. ХГТ, в прошлый раз мы начали смотреть. За текущий год, например, какая-то команда сражалась. Состав они более-менее не меняли, стабильный он у них. Где-то выступали, где-то успешно, где-то нет. Такая средняя статическая, получается, китайская команда второго эшелона. Вот так вот. И очень гейминг потенциал настолько-только набирает обороты. Только в последнее время начали показывать хорошие результаты, обыгрывать там многие довольно серьезные коллективы. И даже сайджи там на равных играли с небе. Вроде бы как они согласились играть. Уговорили их организаторы. Отжимается у нас пауза. Начинается вторая карта. Хочу напомнить, что Hyper Glory Team выигрывает 1-0. У них это, кстати, уже третья победа за сегодня. Да, это третья карта выиграна. Из трех возможных. Пока 100% результаты действительно идут. Так что этой команде есть шанс вообще заработать себе 4 очка за сегодняшний выигранный день. Я посмотрю, играют ли они сегодня с кем-то еще. Нет, нет, они больше ни с кем не играют. Да, сегодня они могут закончить с счетом 4-0, если выиграют эту карту. Да, был бы действительно очень хороший результат. Да, что касается Vichy Gaming Potential. Сегодня эту команду на нашей трансляции мы не увидим. Как, собственно, на любой другой мы тоже не увидим. Так что это единственный матч на сегодня. То есть завтра будет очень много команд на Vichy Gaming Potential. Завтра очень много игр с участием этой команды будет. Ну и что же. Братрум прибежал, поставил вард, ушел в сторону. Вся остальная команда Братрума находится на верхней руне. Так, вот ребята прямо здесь спрятались аж. Ну и здесь, в принципе, шейкеры. Шейкером руны отжимаются довольно удачно. Хоть там Клакверк тоже такой существует персонаж. Посмотрим, чем это все у нас закончится. Главное не отдать руну Виспу, чтобы хоть немножечко ребята потратили времени. Ну и Висп как раз таки отправляется у нас вниз. И здесь еще есть два героя. А, спритбрекер здесь ничего не светит абсолютно. Просто стоит, посмотрит. Должны руну давать Виспу. Самый стандартный закуп на фастботл. Самый фастботл у него, судя по всему, сейчас и будет. Ну, по раскладам, по линиям сейчас посмотрим. В общем, пока я вижу, что токфайт смещается на ESI вниз. Спритбрекер уже там. И где Феникс? Феникс сейчас подстопит линию для своего мидера. Ну, естественно, тоже отправится на сложную. Да. Очень жесткая трипла снизу. Ну, дабла, трипла. Там посмотрим, как будет действовать ES. На самом деле не верю я. Хотя, на самом деле, можно в это верить. Судя по тому, как играют вместе с SMJ. SMJ это свиньи в первую очередь. Это очень серьезно. Что какая. И опять же, фирменный их виседж в этом коллективе имеется. Поэтому спритбрекеры они смогут неприятности доставить. Собственно, как и Феникс, который сюда подойдет. Но если тебе будут играть аккуратно, в принципе, дабла довольно стоящая должна получиться. Хотя мы видим, что Джеймс все-таки пошел на топ. И не стал он стоять вместе с спритбрекером. Мы решили оставить его в соло, получать экспириенс. Это очень интересный такой момент. А Джеймс будет напрягать клокверка. Вот так вот. Вот сразу ставят клоги. Да, XCT спокойненько убегает под мост. Под свою вышку. Ну и в принципе, главное не наглеть. Главное этому клокверку особо прямо не перенаглеть, чтобы не наполучать здесь огромное количество урона. Потому что может там быть еще какой-нибудь баратрум опять же прибежит. Или какой-нибудь шейкер из кустов вылезет. И так далее. Вариантов в программе меньшее количество. Есть у него, конечно, вард. И вард очень хорош. Видит он все передвижения в чужих лесах. А в мидлейне у нас прям дабла против даблы. Так вот. Я там смотрю снизу, как в те времена спиритбрекер гоняет даблу пока. Просто идет, тому прописал тучку, тому прописал тучку. Вообще никого не боится. Готов он стоять на сложный, терпеть. Потому что 6 у него тангусиков еще есть. Есть еще healing self. Левел третий уже. Видим, чардж имеется. Ну, в принципе, стандарт. Ну, и мы понимаем, что Sven прогнать его не может. А у Visage пока это не получается сделать. Тем более Visage первого уровня. Хороший вард они здесь поставили на сложный. То есть заблокировали отвод. И нет возможности сейчас даже делать стаки какие-то себе. И отводики к Visage. Он вынужден стоять вместе со Sven. Так Янг ты линию пропушил. Действительно, очень сильно. Есть танг. Там еще и Тауэр довольно неплохо ему напихал вдогонку. И на полстолба просел. Приходится отпиваться с Альвой. За SMG, конечно. Остается без маны. Это печальненько. Есть манго на всякий случай. Манго? Да. Я смотрю, тут просто и у Феникса есть манго. До этого я манго не видел игроков. Они все прям накупили. Видимо чувствуют силу этого артефакта. Ну, хп регенчик. Если что, действительно 150 маны. И тем более, с Вену на стану это самое прекрасное, что только может быть. Ну да. Поначалу как-то компенсирует даже там. Какой-то соло ринг возможно. Чтобы просто на стану один дать. Пришел там довольно интересно. Он понимал, что где-то есть Visage, который с лоу хп. Но он подыскать его не смог. Сейчас заходит за спину к Свену. Но его тоже пробивать не стали. На самом деле, Свен здесь один. Но с другой стороны, спиртбрекеры и С. Свена вряд ли пробьют. Тем более, опять же, есть вот эта вот самая манго, которую можно будет скушать. И все расплата на топе. Да, на топе действительно погибает у нас здесь быстренько Феникс. И просто прибежал Висп. Висп, да, с клокверком скооперировались. И просто наказали этого самого Феникса, который уже стал. В принципе, и Карлс Дайв был потрачен. И каким вообще чудом его там смогли убить, для меня остается загадкой. Ну, ускорились, видимо. Судя по всему, Висп ускорил клокверк. Клокверк, батаре, ассалт, мючилл и зажали. Видимо, как-то так. Непонятно, на самом деле, Феникс не должен был умирать. Вообще, Феникс должен доминировать сейчас на сложной линии и уничтожать этого самого Свена и Висаджа. Но он решил на топе помочь своему Бристлбэку. Видим, неудачно помогает. Да, и пока 1-0, ХГТ стартует. Открыли счет у нас в этой игре. Видим интересный закуп от Драгонайта. Два цирклета купил, один продал, купил себе Брессер в итоге, смог собрать. И будет приносить себе его в мидлейн. Боттл у него также имеется. Боттл, конечно же, обустит, чтобы у него был постоянно мана. Мана на Брессфайр. Уже четвертого уровня, он второго уровня Брессфайр. Добивать крипов становится все проще и проще с каждым разом. Ну, соответственно, у Лины вообще никаких проблем на линии не должно быть. 19 на 5 он топовый крипстат показывает. Ну, как бы все у нас тут ровненько идут. Прямо ровненько, 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 действительно. Может быть, там у Клокверка только один из крипов из фармящих героев. У всех остальных все прям по-настоящему ровно. Нет никаких особых преимуществ. Ну, только из-за Ферсблада. Да, даже нет. Даже по графикам 750 золота ведут в Вичи Гейминг. Вот так вот. В мидлейне. Эйра. Пробили. Есть Фиссура. Хорошо. Сейчас залетел сюда еще и Феникс, но не попал. Лишрак своим станом. И Лину приходится дальше просто стоять и бить крипов. Да, ну и тут, видимо, уже пассивочку прокачал на один. 8 единиц брони. Довольно плотный. Сурки его не забрать. Нюков пока не хватает, мы видим. Ну и вот Брейсер все-таки очень удачно к нему прилетел. Определенное количество хп ему добавил явно. Ну и все. Снова пошел абуз Ботла. Стандартные манипуляции. Ну и за счет такого абуза Драгонайт еще по крипстату более-менее держит. Остается всего лишь 4 крипочка от этого самого Лишака. Так, Виседж делает стаки на нейтралах. Тут же пытается подконтролировать это дело Спирит Брекер, который уже, кстати, левел пятый. Да, у Братрума все просто потрясающе для сложной линии. Как бы находится он здесь один и левел получает уж слишком быстро. Действительно есть еще и ПТ. Сейчас появится Назар Страйк на шестом. И можно куда-нибудь в мидлейн бежать и убивать этого Драгонайта, который тоже будет шестого уровня. То есть, ну, все вообще превосходно. Какая-нибудь фиссура. Разумеется, Чардж. И, разумеется, Назар Страйк. Посмотрим, пока Спирит Брекер никуда не торопится, мы видим. Также, в принципе, неплохо дела идут и у Кокверка на сложной линии. Стоит отметить, у него левел пятый, почти шестой. Помимо всего прочего, у него еще ассист имеет, транквил и стики себе взял. Появится Кокшот, и он тоже, в принципе, будет полезен для своей команды. То есть, вопрос, кто первый начнет бегать и кто первый начнет инициировать. XTT, зажал сам себя в Когах сейчас еще вместе с этим Бристалбеком. Но, по-моему, ребята были немножко неправы, когда начинали атаковать кого-либо. XTT, мало здоровья, КК также здесь погибает, но XTT все-таки сумел выжать и убегает в сторону. В любом случае, он подставил Виспа, вот этим вот мувом с Когами. Возможно, он хотел просто поджечь там маны немножко. Начал проверить нам прочность противника, в итоге выяснилось, что противник прочнее. Проверил. Янг, один баш, хорошо, есть замедление, должен за СМЖ давать стан. Есть стан, отлично, Айр также подошел, будет, наверное, в Дуал Брейс. Превосходно. Очень быстренько разобрали, Братрум даже двинуться не успел с этого места. Да, причем очень нужный фраг, в том плане, что снизу, вниз пришел Драгонайт и активировал форум, а следовательно, после этого фрага можно попробовать и Тавр запушить тоже. Феникс уже предусмотрительно здесь находится, пытается, конечно, как-то противостоять тому самому пушу. Однако он левел 3, тем мало что может полезного сделать. Единственное, что Fire Spirits, наверное, раскидывает налево-направо. Да, чтобы хотя бы не так быстро били по этой вышке, но если он спалится, он спалился. Смотри, там куча ТП идет. Хорошо, хорошо, прилетели, отлично, вышку свою отдефили. Будет ли драка за СМЖ, дает стан, попадает по одному герою, Лин. Очень больно Лину, Лин должен сейчас прожигать всех и вся, но погибает буквально за полторы секунды. Есть еще куча телепортов. Эйр, КК, КК мертвый, погоня за Драгон Найтом. Есть еще один баш, как же прет этому Янгу на баши сегодня. И Сан Рейн прожигает сейчас всех Джеймис. Убьет ли? Да, Свена, Свена заговаривает. Драгон Найт просто пивается ботлом, пытается жить. Клокверк, теперь он залетел, поставил Коген. У него сразу же обратили свое внимание ребята с Вич Гейминг Потеншал. Клокверк сделал фраг на Фениксе, пытается уйти. За ним до конца Бристилбек развернулся. За данным уверением развернулся Драгон Найт тоже. Очень сладенькие персонажи Вич Гейминг Потеншал. Но добить их некому, просто некому добить. Потягивает сюда у нас Висп на развороте. Пытается догнать, там также рядом и ХТТ. Без маны просто идет вперед. И отошли Вич Гейминг. Да, не получилось. Разумеется, не получилось. Если бы Эйр развернулся и пошел драться, успел бы к нему Висп или нет? Вот в чем вопрос. Если бы успел, то, разумеется, это минус Шейкер и минус Братрум. Потому что у героев оставалось там один Дуал Брейс. Буквально 5 секунд кулдауна, разумеется, они бы погибли. Или Пинок в исполнении Спирит Брейкера и Драгон Найт Таверни. Да, именно. И Вис потом тоже, который потягивался. Вроде бы никто не стал рисковать. Да, решили развернуться в разные стороны и так далее. Сейчас у нас контролируется рун на топе. Драгон Найт идет, 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 Лишачок на развороте. Идет сюда, Драгон Найт. Убивает его через пульс снова. Пытается вот так же Висп, шилует Файр Спирит. И Стат Лишака тоже падает буквально краешком. Это даблки в исполнении Линоп. На ровном месте буквально отдаются здесь ребята из ФГТ. Но правда на развороте. Сразу же заходит у нас Свен. Очень быстро разбирает Феникса. Пошла Фиссура. Их идти до конца теперь за Лишаком. Лишак пытается сжить, разворачивается. Тут его запинывают. И по одному все опять фидят. Бристалбек поворачивается спинкой, замедляется. Пришел Докфайт здесь. Ну и что дальше делать? А дальше, дальше, дальше и ЕС. Снова отфиссуривается. Свен идет до конца и начинает его кайтить. У него есть тики. На развороте может дать один стат. Через 3 секунды за ним до конца идет Бристалбек. Разворачивается. Разворачивается. Теперь станчик бы, но срабатывает баш. Очень больно. Плюс там чарщиков сему был. Теперь Дракон Найт пришел. Солосамшинка. Это бесконечная просто драка. И снова уйдет, встает стан. Брестфайр. Янг, стики, юзайт живет. Сейчас у него тут конечно дебаф вешается. Спиритбрекер пока жив. И умрет ли он здесь? Нет, не умирает. Сор 3 хп у него остается. И он благополучно сматывается. У меня опять проблемы. Просто потрясающие проблемы. Синие экраны смерти. Синий экран смерти у нас. Да, я думаю меня кто-нибудь услышит сейчас там. Ко мне быстренько придут и помогут. Да, великолепно собственно. Так вот внезапно трансляция. Синий экран смерти влетает. Так, ну что ж. Десятая минута игры тем временем подходит к концу. У нас вот такие вот интересные сражения. Здесь может быть и ни за что. Дальше на ровном месте, на руне просто дерутся. Но в любом случае эти драки присутствуют. Ну давайте посмотрим и оценим. Все-таки вичи гейминг потеншал немножечко получше. Ну довольно много собственно умирали там на скорых героях и ГТ. Это было видно. В итоге 2000 плюс. Действительно вичи гейминг потеншал. По экспириенсу впереди они на 1000. То есть все пока у них более-менее неплохо. Что с Фен? Ну Сен там побегал. 3-2-1 у него в итоге КДА есть. Стан есть. Левел седьмой. ПТ Брессер пока и Мэджик Вонт. Вот так вот. У Эйя сапог Брессер. Драконайт 0.1-3. Не самым удачным образом. Не самым лучшим образом собственно стартовал. Что же касается корр-героя фичи гейминг потеншал. Здесь спиритбрекер. ПТ урна. У Феникса ничего нет понятное дело. Только Файт сбегает пока только сапогом. Да все-все бомжуют. Вот тут у Бристаллбека разве что появляется Баклер. То есть он будет выходить Меканзом. Ну и Лешак еще более-менее должен себя чувствовать. Однако он тоже покупает себе ПТ. Но Талисман, Брессер, Боттл и Мэджик Вонт. Стягивается в мидлейн. Ну в принципе пока собственно ничего не происходит с товарами команды Вичи Гейминг Потеншал. У них все окей. То есть казалось бы есть Драгон Найт. Зачастую мы привыкли видеть опять же в этой версии Доты. То есть когда Драгон Найт берет себе левел 6, активно начинают пропушивать товара. И они ломаются довольно быстрой скоростью. А здесь ХГТ за 11 минут снесли только один товар. То есть в принципе не так много. При этом у ХГТ видим свои товара еще стоят. Немножко у нас так игра успокоилась. Передвигается АКК. Есть сапог Боттл. Левел 5. Релокейта пока еще нет. Ну с появлением релокейта возможно поживее начнут играть ХГТ. Поменьше умирать. В том плане, что у них все синергетично должно будет происходить. То есть кто-то инициирует. Сразу же на релокейте залетает помощь. И так далее. Все набрасываются в одну точку. И сбивают противника в численном большинстве. Этим нужно будет пользоваться. Именно поэтому АКК сейчас выделили топ-линию. Чтобы он тут собственно говоря экспиренс свой получил. Левел 6 у него есть. Правда за ним уже выезжает Янг. На чарче. Ну Висп среагировал. Моментально ушел. Все-таки стоят в арде ХГТ. Они все прекрасно видят. Ну и в виде попытка запушить товар. Залетает ракетка. Может быть и так сильнее пушить товар-то хочется. Вички гейминг потенциал. Но они опасаются противника. Отошли немножко назад. Ну так растерянно немножечко выглядит на самом деле оба коллектива. То есть не видно, что есть четкий план на данный момент у другой команды. Вот Рагунает активирует форму. Надо бы кого-то зацепить казалось бы. Ну и просто все разбегаются. Форма потрачена практически никуда. Можно, конечно, на развороте пытаться подпушить мидлейн. Но там же пять персонажей. Знает об этом ХГТ. Ну возможно, стоило все-таки начинать с Клокверка, который бы залетел на хукшоте. И потом Драгонайт потянулся. Но довольно опасно. Опять же ты залетаешь на Клокверке. Непонятно, успеет ли к тебе твоя команда. А там разбирать. Довольно быстро есть чем. Очередная попытка Вича Гейминг Потенша. Собрать Т1 Тауэр. Клокверк здесь. Зашел на хукшоте. Двоих стянул в коге. Очень хорошо. Эй, Тиевременем Стан. Брэйс Файер по всем. Стан под Свена тоже по двоим. Но ставится суперновый. Размен пока один в один. Драка продолжается. Лишачок уже начинает активно входить в замес. Пульс новый. Просто залетает всех с молниями. Стан прописывает. Цепляет одного Свена пока. Эй, уходит на лохэп на развороте. Дает Стан. Брэйс Файер. Соло Самшун. Очень быстро убивает Лишака. Там Сиренем Джеймс тоже погибает. Пытается драться Бристлбэк. Фиссура отличная. Минус 4 сделали ребята из Вич Гейминг Потеншал. И уходит. Да, в итоге 3 в 4 драка прошла. В живых остался только Висач с одной стороны. С другой стороны ЕС и Бристлбэк. И... Тауэр падает. Да. Забирает Вич Гейминг Потеншал. Смотрим батл рекап. Итак, 1100 золота зарабатывает себе Вич Гейминг Потеншал. 2600 экспириенса. Тан 2000 забирает противник. Топовый демидж дилер, конечно же, Лишак. Как он входит в драки, это просто одно удовольствие смотреть. Как надо. Со станчиков с пульс нового. И отличный магический прокаст нам выдают. И пока к такому магическому прокасту, видимо, ХГТ не готовы. Ну, то есть нужно, конечно же, повышать выживаемость, собственно, здесь как и Драгонайту, так и Свену. То есть покупать себе определенно точно БКБшки. Без них вообще здесь никак в этой карте. Ну, Свен уже начал. То есть мы сегодня наблюдали за одним Свеном, который там немножечко по-другому раскачивался. Да, он делал упор на свой вот этот вот Грэд Глиф. Формил очень быстро под Мома с Медасом. Здесь у нас Свен другого характера. Промаксил он стан. И покупает сразу себе БКБ первым жартом. Но это нужно. Понятное дело, что когда в тебя вкастовывают всякие разгоны, когда тебе дают фиссуры, когда Лишак вкастовывает весь свой магический урон, тебе хочется жить, тебе хочется все это дело игнорировать. И поможет это дело игнорировать, конечно же, только БКБ. Вот хорошие стаки на Энджин. Так что, СМД пытается все это дело выформить. Под оверчарджем от Веспа. Ну, деньги более-менее стали появляться. Начало положено. Ну, Драгонай, это все плохо, правда. Это, конечно, проблема с ПТ, Брейсер. Если что-то в Ботле, да, Угр Клаб. Точнее, в Курьере. Угр Клаб это самое к нему приносится. Тоже намеки на БКБ. Ну, в принципе, все грамотно делают ХКТ. Может быть, немножечко медленно. Ну, если учитывать то, что они проигрывали драки, то, в принципе, такой темп неплохой. Главное, чтобы эти БКБ рано или поздно появились. Ну, понятное дело, что сейчас нужно игнорировать абсолютно любые файты. То есть пытаться доджить противника. Просто сплит фармить, сплит пушить. Это единственный вариант для ребят из хайпер-клоритива. Вич гейминг потеншал тоже особо куда-то не стремятся идти. То есть довольно спокойно обеспечивает комфортный фарм спиритбрекеру на топе. Просто лишь шрак стоит в лесу. Ну, тут своя дота. Купил рецепт себе на Драма Фэнджеронс. Где-то бегает и Бристл Бэк, который пытается уформить себе мекку. Определенно точные вич гейминг потеншал. Нужны определенные айтемы, чтобы чувствовать себя хорошо в драках. Ну, как минимум, должна быть мека. Ну, а чтобы обхиливаться, например, против Брэсфаера, против станов Свена. Все-таки это все залетает в одну кучу и очень больно. Ну, такая, на мой взгляд, будет очень напряженная катка здесь. Если никто не будет ошибаться, если игра будет протекать так же ровно, то где-то минут на 60, я думаю, точно. Собираются на топе тире вич гейминг потеншал. Подпушивают и один тавер. Особого смысла дефить его я не вижу. То есть, опять же, с последней драки ничего не изменилось у Hyperglory Team. Они как и были без БКБ, так, в принципе, и остались. Также будут страдать с дешака, поэтому есть смысл просто сплит пушить. Очень грамотно действует за SMJ. Активировал свой ультимейт и пробивает и два тавера снизу. Не нравится, конечно же, вич гейминг потеншал такие деяния со стороны оппонента. Тут же разгоны. Гнать, 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 гнать. И до конца идет Spirit Breaker, может быть, хорош, что останавливается. Ну, лишь актив рейнем тавер забирает. Блэдмейл, кстати. Аккуратный фарм продолжается. Вот решили разбавить его ребята из Hyperglory Team. Юзают смок. Ну, от Bristol Backа видно. Bristol Back цель не самая приятная. Как мы понимаем, быстро завкусить его не получится. Поэтому отправляются дальше в поисках более удобной цели. У нас ХГТ. Чужие леса. А только оттуда смотались вич гейминг потеншал. Собираются внизу. Ну, под вардом противника мы видим проходят. Что, на Рошана? Ну, возможно, да. Только, правда, нет медальки какой-либо. Поэтому Рошан будет очень долго поддаваться убийству команде вич гейминг потеншал. Такого топового демэдж лиро здесь тоже нет. Делитесь только наразивно на Bristol Backа. Все-таки решили попробовать. Накинувшись все вместе, в принципе, они его осилят. Но, опять же, не так быстро, как хотелось бы. Вот он, Bristol Back. Ну, стакает, стакает. Конечно, свой урон. Уже порядка 250 от него залетает. В это время у нас ХГТ подпушивают тавер. Очередная форма от Рака Найта. Т1 тавер на топе падает. Свен. Фармит вместе с Виспом. Ну, появятся БКБшки. Тогда, конечно, мы активных вич гейминг... Точнее, активных ИГТ должны будем увидеть. До тех пор... Вич гейминг потеншал чувствует себя на карте, как короли. Ну, даже ракетка, казалось бы, пролетела Клокверка. То есть, знает у нас XCT, где находится оппонент. Еще и влетает сюда. Боже, что он делает в Клокверк? Но Bristol Back таки все-таки забирает. Аегис. Клокверк погибает. Ага, лол. Bristol Back таки своровал Аегис. Значит, что добил Клокверк, Рошана. Ага, неплохо. Очень даже неплохо. Ну, хоть так немножечко накосячил, скажем так. И подпортил же настроение противнику. Интересный очень момент. Ну, излишне, правда, нафидил, конечно, это минус. Что Рошана забрали. Есть теперь Аегис у Вичи Гейминг Потеншал. Bristol Back'а мы видим. Мега есть Огр Клаб сверху. Тоже будет делать БКБшечку. Вот у Свена наконец-таки появляется БКБ. Ну, по идее, этот парень уже начинает быть готовым. Морбит масочка. Теперь уже можно выходить различные МОМы, блинки и прочую грязь. Все, что ему нужно, опять же, фармить. Ну, а если мы где-то будем ориентироваться уже на Лейт. И оценивать возможности довольно-го коллектива. Ну, здесь, на самом деле, очень сложно предположить как-то, да, о том, кто же будет сильнее. Узнать наверняка. Потому что по пику все довольно ровненько. То есть, с одной стороны, будет неприятный Bristol Back. Не один, опять же, при поддержке Spirit Breaker, Phoenix или Шака, который тоже будет носить очень много урона, как ни крути. Плюс ко всему, ИЕС имеет хороший потенциал, если выформить себе определенные артефакты. Ну, понятное дело, мы о блинке говорим. С другой стороны, у ХГТ Dragon Knight Sven. Жесткий герой. И могут они, как и Пуши, так и хорошо драться 5 на 5. Особенно под протекцией Виспа. Ну, на топе, на что-то происходит. Так, релокейт, попытка зацепить краски Лишака, очень быстро его разбирают. Госкейптор, видимо, не спас. Ну, Госкейптор спасает от прямых ударов от Sven, например, но от станчиков различных он не спасет. Здравствуйте, Рустам. Ты вернулся опять что-то? Я, да. Мне вроде бы починили все это дело. Я не знаю, посмотрим еще после игры все это будет. Что было за 5 минут? Ничего интересного не было. Рошана забрали, Вич Гейминг Патенша забрали, Эгис, и все фармили. Ну, как обычно, в принципе. Да, 13-10. У нас довольно рано такая карточка получается. 20 минут игры позади. Давайте оценим графики. Видим, что вот так вот немножечко ХГТ вышли вперед. Но буквально 2000 монет они выиграют, что не так много. И по экспириенсу там около 5000. Ну, тоже не особо, я бы сказал. Ну, 5000 экспы, это несколько уровней, в принципе. 5000 более-менее решает. Ну, вообще, типа на таких уровнях это два уровня максимум. То есть я вижу, что, например, на 11-ом уровне клокверка нужно 2200 экспириенсов. СВН, ПТМ, БКБ, МОМ. И ЗСМЖ сейчас, я так понимаю, уже слишком силен. В плане дэмэджа. Да, конечно, умирает он тоже быстро. Но пока есть длинное БКБ. Десятисекундное. ЗСМЖ будет жить еще как. Да, от ТБКБшек нужно дождаться Драконайт. Драконайт, она появилась. Все, готовы два БКБ. Но в теории можно уже пытаться инициировать какие-то замесы. В принципе, неплохие Драконайт и СВН. Но, с другой стороны, пока не хочется, потому что прежнему есть Айгису Вичгеминг Потеншал. И это плохо. То есть убивать Бристилл Бека дважды крайне неприятно и неблагодарно это дело. На том, кстати, могут подловить Спирид Брекера. Они его здесь ждали. Конечно же, Марк Райс, там СВНа залетает, Фамильяры здесь. Очень быстро Янгу разбивает лицо. Чарчинг, конечно же, заюзал, но таки его все равно добило. Ну, а значит, что в миде Вичгеминг Потеншал делать уже нечего. Потому что там будет релокейт. И СТ, в принципе, должен уже инициировать. И изначально Драка будет 4 на 5. Да, правда Бристилл Бек будет, конечно, дважды жить. Но такое. Есть ракета. Просветили. И должен Клакверк сейчас хоть что-то делать. Запер себя в когах. Там же еще и дерево. Как же подставился сейчас XTT. И поддержал его команда абсолютно. Никто не стал врываться в эти коги. Не было никакого релокейта, чего-либо еще. И просто пытались засплитить Т2 Тауэр на топе. Моментально встретили, конечно, отпор. В виде ТПшечек от Вичи Гейминг Потеншал. Тауэр не осили. Вот теперь релокейт пошел на Бристилл Бека. Бристилл Бека пытается забрать. Бристилл Бека имеет Эгис незабываемый. Он пропадает. Лишак здесь. Пытается помочь. 4400 у него. 440, точнее, есть у него MP, чтобы раскастовываться. Стан. Бристилл Бека пытается с лица бить. Обходит его за SMJ. Лишак здесь пытается помочь. Стан еще один. Как же долго живет Бристилл Бек неприятно. Таки падает он, но вместе со Свеном. Хорошо, да. Действительно, разменялись на Свена. Здесь сейчас еще Янг прилетел на Притихоу. Притихоу. Очень мало здоровья. Также отправили его в таверну. Моментальный. Драгон Найт пытается улететь. Но через 2 секунды фиссура. Стан по шейкеру. Очень грамотно. Но там Незерстрайк действительно. И Air отправляется также в таверну. Очень хорошие размены. XCT вновь после своей смерти прилетел. Пытается хоть что-то сделать. Супернова. Ну и разумеется, разломать гаечным ключом своим он эту Супернову не сможет. Да, вот пытались они. Пытались, собственно, вот так вот аккуратно сыграть. То есть подловились перед Брейкера. Пришли в МИД на релокейт. Думали, вот Бристилл Бека дважды будем осиливать. Но Бристилл Бека оказался не по зубам, что называется. Довольно тяжело его убивали. Долго убивали. Пока он умирал, он довольно много урона внес. Но при этом еще и Спирит Брейкер успел возродиться. И остальные тиммейты тоже подоспели. Да, в итоге драку проигрывают у нас ХГТ. И Вич и Кемик Потенчал сейчас немножко должны были отограть денег. Видим, что прежнему в плюсе ХГТ. Но уже не так много. Да, изначально, в принципе, не так много было. Но сейчас еще и сократили это самое отставание. Так что графики более-менее выравнивают. Сейчас на 23-й минуте. Да, довольно действительно интересная игра. И, в принципе, ни один, ни второй коллектив особо прям уж так. Тут опять у нас прилетели на Янга. И Баратрум уже никуда отсюда не делся. Отправили его быстренько в таверну. Ну вот, вот. Такие выходы у ХГТ и должны быть. И именно так гиперглори-тимы должны играть, врываться с релокейтов. Быстренько разбирать одного, там, максимум двух героев. При поддержке какого-нибудь Драгон Найта или Клокверка. И замечательно. Да, это подставляется Джеймс. Подставляется он уже во второй раз. На том же самом месте, кстати говоря. Купился он Shadow Blade. Видимо, это не спасает, если в тебя уже вошел Клокверк какой-то. Тяжеловато. Ну вот и покупает себе, мы видим, Огар Клаб. Судя по всему, он намечает себе покупку. Сэндж с него, скорее всего, будет. Я думаю, какой-то SilverEdge. Было бы неплохо, например, отключить пассивку этому самому BristolBank. В этом есть определенный смысл. Да, да, действительно, BristolBank имеет отличную пассивку. И SilverEdge. Было бы неплохо. Ну что же, опять же, посмотри, The SMG вместе с КАК подпушивая верхнюю линию. И вообще практически отсюда не уходят. Отличный вижен у Radiant есть в чужих лесах, за чужим Т2 Тауэром. Могут залетать куда угодно. Все они прекрасно видят. Но КАК решил полететь на базу через телепорт. Ну все пытаются пока аккуратно фармить. Да, все, опять же, очень аккуратненько играют. Никто особо лезть никуда не хочет. Только прям в каких-то уже слишком серьезных ситуациях начинается бойня. А так, да, одного убьют, второго убьют. Ну, все разбегутся дальше. Хотя, в принципе, 13-17. Хорошее количество фрагов. Ну да, то есть драки-то у нас были. Причем драки были безстановочные одно время. Сейчас уже поосторожнее начали играть оба коллектива. Севен покупает себе Кристаллис. Ну вот выходит он в чистый урон теперь. Мы это понимаем, что под Моум, под Годстренов, конечно, под БКБшка нужно максимум ДПС вдавать. И ровно до тех пор, пока тебе БКБ не станет 5 секунд. Так что... Сейчас вот прям самая золотая пора этого самого Свена. Главное просто идеально ворваться. Главное, чтобы тебе ВИЗ привез туда, куда нужно привезти. В отсутствие блинка на Свене, вот только ВИЗ сможет довести до нужной позиции, скажем так. А потом просто уже и Линн сможет очень хорошо разговаривать с этим Свеном. Так как есть ГОСТ, так как есть Ветра и БКБ. То есть переживать слишком будет легко. Ну а после стан, естественно, пульс новая. И мы уже видели, что происходит со Свеном от пульс новой. Ну пока разменялись товарами, но дальше у нас всем своим видом показывает Вич Гейминг Потеншал, что готовы идти. Диаболики четвертого уровня здесь уже имеются у Решака. И решили сами все-таки пойти подефать. Там Фамильяр уже погрызает. Три Тавер, так, куча ТПшек. Вич Гейминг Потеншал. Шли. Напряженная очень карта. Очень напряженная карта. Да, 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 действительно. Гиперглоритим. В чужих лесах стараются что-то здесь подфармить. Что-то найти интересное. За SMJ 2 тысячи золота практически у него имеется. Разумеется, нужно делать Дайдалл. Чем быстрее, тем лучше. Море урона. Самое то для этого Свена. Пока что находится за SMJ в топ-1 на Творсе. Ну и, в принципе, Бристалл Бэк от него на полторы тысячи отстает. Есть также БКБ Мека. Появился еще и Огар Клаб. Бристалл Бэк также набирает свой оборот на самом деле. Уж слишком будет неприятно воевать именно с этим героем. Вообще, я так посмотрел. Вот если индивидуально сравнить все позиции. Да, вот, например, Свин против Бристалл Бэка. Отставание, ну, минимальное. Но 1400 монет на самом деле сейчас на 20 минуте не особо сильно решает. Драгонайт там против Лешака. У них тоже разница между собой минимальная. И спиртбрейкер Клок Верк. Так, у нас там драка сейчас началась. Лину очень больно. Лину прожимается ГОСТ. Нужно убегать. Нужно хоть что-либо уже делать. И улетают. Улетает отсюда моментально Свин с КК. И все-таки выжил. Выжил Лин. Это самое главное на самом деле. У Лины еще и ветра были. Поэтому можно было бы и вейдить. Так, и должны сейчас, кстати, сюда прилетать. Ну, разумеется, прилетает один Висп. И Висп уже отсюда никуда не уходит. Было бы очень странно, конечно, если бы он забрал с собой за SMJ. Ну, типа, если бы еще и к сети рядом был какой-нибудь Dragon Knight. Если они хотели подраться, то было бы прикольно. Но, как обычно, бывает в таких ситуациях. К сожалению, Керригер остается на месте. А Висп идет на растерзание к противнику. Это бы не избежать, фактически. Ну, как бы, да. Особо смерть для Виспа ничего не решит. Ну, и на топ. На топ у нас идут ребята из Вичигейминг Потеншал. Забирает 2 тавер. Там теперь появляется Рошанчик. И сразу же на него идет Свен. У нас Свен и разгон. Приходит у нас с верением Spirit Breaker сюда. Опа. Разогнал движуху. Сюда же стягиваются ребята из Вичигейминг Потеншал. На топе с верением Решак забирает тавер. Янг начинает. Нет, не начинает. С расстрайка он уже практически вкастовывал. Но отменил вовремя. Ну, и вот позиционка у нас будет теперь такая довольно серьезная. Возле этого самого Рошпита. Крясто понимает оба коллектива, что этот самый Рошан им нужен. Да, у меня по-прежнему падает все, что только существует в этом комбе. Поднимай все, что у тебя падает. Там теперь Фенингс покупает себе Vitality Booster. Вот так вот артефакт, который будет, конечно же, делать тебе тарасочку. Просто, чтобы жить, опять же, пережить, нужно будет стан Свена и его крит, возможно, который будет вылетать. Это сейчас задача номер один практически для каждого героя. То есть лишь шаг, вроде купил Госкептер, но как минимум один тар тебе нужно пережить, чтобы Госкептер проражать. То есть просто на статы, на хпшечку и будет все окей. Ну и вот теперь на Рошана сами вичи гейминг потенциал заходит. Тут вопрос, ХКТ готовы ли претендовать на этого самого Рошана. Их сети, с поинт бустером бегает, будет делать аганим. Фамильяр на сирене тоже залетают. Топ, конечно же, сплитит Свен вместе с виспом. Что там у Свена? Как дела? У Свена пока только кристаллис. Ничего нового у него не появилось. Согер Клаб и я. Вот так вот. Ну вот да, купил себе Шадо Блейд и теперь будет доделывать Сильвер Эдж. Все, это абсолютно грамотно. Опять же, в замесе, если Драгонайт успеет стычки с инвиза дойти до Бристлбека, на него прокликать, и потом нужно же потом будет зафокусить, зайти там 5 секунд этого самого Бристлбека, то это выглядело бы очень даже неплохо. Ну я думаю, у них есть такая возможность, потому что, разумеется, будет стан, будет второй стан, будет огромное количество урона, прям колоссальное, и Бристлбек не должен, не должен выживать вообще под этим всем фокусом. Да, это опять же в случае идеальной инициации стороны ХГТ. Такой не было. Ну и вот видим, что Вич Гейминг Патроншел тоже Рошана покинули, все боятся друг друга. Никто не знает, кто же на данный момент сильнее. Вообще, на самом деле, как обычно бывает в таких ситуациях, кто первый залетит, кто первый синициирует, тот и сильнее. Посмотрим, как ли это будет в следующей Драге. Снова собирается здесь Лин вместе с Эксим. Так. Ну, гушки есть. Ракетка залетает. Есть Вишен, конечно же, у команды ХГТ. Угу. Тема что-то такается, все супер. Еще по три сотни с руки наваливает. Плюс ко всему у Рошана минус три брони. Хороший дебаф. Ну вот потягивается, видим, блок вверх. На него разгончик сразу. Не пускаю. Так, может быть Незерстрайк? Да, есть Незерстрайк. Пожалуйста, по фиссуру. Хотите Санрей? Пожалуйста. Правда, тут у нас Форстафик есть. Очень грамотно. Сейчас Экси Ти уехал. А и Хукшот, отлично. Здорово. Здорово. Экси Ти уходит. Должен, разумеется, он здесь выживать. Отправляется на базу. А пойдут ли Левуайт Рошана? Почему бы и нет? Ну, сейчас нет куклы-верка Хукшота. Об этом прекрасно знают Вичи Гейминг Паттеншал. То есть, синициировать и ворваться первому не получится. У команды ХГТ разве что только там Драгонайт начнет. На Сленд в это время сплетит. Да, и отдают. Отдают. Разумеется, Аегис сейчас в команде Вичи Гейминг. Заберет, наверное, все-таки Бристалбэк. И можно даже пойти что-нибудь атаковать здесь. Хорошо. Есть телепорт. Янг должен сейчас разбег делать на ЗСМЖ. Ровно так он и поступает. Хорошо. Пробивает. Нужен еще один башек хотя бы. Какая? Отлично. Есть Релокейт. Вцепился в ЗСМЖ и увез его на базу. Ну, сам Висп, понятно, вернется и снова погибнет. Ну, а ЗСМЖ из-за того живых остался. Это самое важное. Да, но проблема в том, что как бы не смогли размять на что-либо этого самого Рошана ХГТ. Висп у нас к репу пытался подсоединиться. Не получилось. До последнего жил тот самый гордый Висп. Но таки шарик лопнул. Да, опять же, по-прежнему убивает Виспа. Домашняя привычка. Нет, это у меня уже мисклики. Что касаемо, опять же, Вич Гейминг в плане лобовой атаки. У них есть возможность. Очень хорошая есть возможность просто пойти и сломать что-либо. Зайти на хайграун, что-то постараться сделать. Разумеется, для этого нужно отпушить все линии. Но у них такая возможность есть. Даже несмотря на Драгон Найт и на этого Свена. В принципе, с такими персонажами, как Бристлбек и Баратрун с Вениксом, можно очень успешно заезжать на хайграунд. Да вот прям что-то вот черт его знает. Если зафокусить какого-то Свена поначалу, ну, тоже попробую зафокусить. Все-таки у парня есть БКБ, у него за спиной есть, опять же, Висп. Сам по себе Свен тоже не самый тонкий герой. Фокусить Драгон Найт это просто глупо, потому что 20 единиц брони, ты так просто его не пробьешь. Тем более, что тоже есть БКБ и есть еще Сильваредж. То есть, кого фокусить непонятно, просто заходить на хайграунд стрёмно, потому что тебя противник может встретиться на развороте и убить. И вот так вот оба коллектива думают, блин, мы, конечно, в теории можем, но на практике всякое может произойти, поэтому лучше не будем рисковать. И вот они там побегали, тут побегали, тут поразмялись, там, там встретились, друг друга хп побили немножечко, посняли, там, скажем, подрегенились. Ну и вот такие движения по карте у нас происходят. Причем независимо друг от друга. Практически действуют оба коллектива. У XL появился отличный артефакт. Прям вот, наверное, самый полезный артефакт. У него есть Алибарда. Алибард для Свена это все, что вообще только нужно. Действительно подошел Бристлбек в упор, кинул эту Алибарду на него и... Победа? Просто победа. Ну да, но это нужно будет делать опять же после БКБ. А вот это проблема, потому что БКБ у Свена есть, и БКБ у него там 8 секунд, за 8 секунд можно и не выжить. Но с другой стороны, что да, опять же Бристлбек. Бристлбек, по идее, жить должен. У него 2000 хп. Плюс, если бы, пока мы видим, что у него еще и Аегис имеется, есть у него Мека в каждой драке. Да, как бы у него еще и... Подмоги, конечно, особо нету в плане чего-то, что пробивает БКБ. Не знаю, там никакого свапа, допустим, нету, ничего подобного. Но даже если ты просто заходишь вперед, будь настоящим Бристлбеком. Вот реально, будь настоящим Бристлбеком. Просто при как танк и ломай. Он меня, кстати, слушает. Настоящий Бристлбек идет и разворачивается спинкой. Встречает противника спиной. Все, он правильно делает. Он просто зашел на хайграунд и сейчас стоит и разваливает эту вышку. Терпит, терпит. В него вливают здесь все, что только есть. Он все делает очень грамотно сейчас. Ты посмотри, полтауру уже отлетела. Идеально. Вот такие заходы и нужны. Как бы в ХГТ не понимают, что с ним делать. Потому что Бристлбек врывается к тебе на хайграунд. За ним еще 4 тела. Что ты будешь ему противопоставлять? Да не надо с ним ничего делать. Надо просто дождаться, когда не закончится Аегис. Вот этого все как раз таки и ждут сейчас в ХГТ. Нет смысла драться против двух Бристлбеков. То есть фокусить одного до Аегиса и после того, как он возродится. Вер, хорошо. Игнорирует, видимо, мимо Бристлбека проскакивает. Хотели другого сцепить. Вот теперь пошел Свен. Там Юльчик и оказалось, что Свена встречает с Незер Страйка. Сэна пробивает сквозь БКБ. Больно очень, Свен. Ноль дэмэджа внес и погиб. Эхослэм, в принципе, от ЕС и есть. Забирает еще и Клок Верка. Ставят Супернову и не могут бить ее Драгон Найт. И в итоге убивают всех. Да, печалька, печалька, печалька. Пытается уйти Бристлбек. Бристлбек может умирать. У него есть Аегис по-прежнему. Нужно драться до победного. Просто умирай. Теряй. Он погибает. Бис Байбек, Свен Байбек. Падает Драгон Найт. Ой-ой-ой-ой. Как же все плохо на самом деле сейчас у ХГТ. Упала вышка в мидлейне. И должны, наверное, сейчас Вич и Гейминг отойти. Потому что были Байбэ... Хотя... Драгон Найта нету, нету ее Байбека. Действительно, нету Драгон Найта, нету Клак Верка. Стойте, ломайте дальше. И Свен ничего с вами не поделает и не сможет. Да, план полностью у ХГТ провалился. Они хотели пройти мимо Бристлбека, дождаться, что в момент драки он там Аегис пропадет. А мы в это время типа поубиваем сзади стоящих персонажей. Но внезапно оказалось, что у Ильшака есть Юл. Остальные от него просто убегают. И в итоге Свен подставился. Причем Спиртбрекер сделал все очень качественно. Оставил Свена у себя. Среди тиммейтов своих, сделав хороший Незерстрайк. Ну и в итоге видим, что мид-линию поломали Вич Гейминг Потеншал. Оставили только рейнджевой барак. Ну и снизу 3 тавара на всякий случай забрали тоже. И отошли. С этого захода Вич Гейминг Потеншал зарабатывает в себе огромное количество денег. И сейчас они явно доминируют. Причем мы помним, что ХГТ помимо Смерти еще делали байбеки. То есть экономика у них в упадке. 10 тысяч золота за драку. Ну да, почти десятка действительно. Тут у нас, видимо, 80 с небольшим графиком, судя по всему, проходит. По экспириенсу, да, с минуса вышли в плюс на 2,5 тысячи. Очень шикарно. Причем, опять же, появляется огромное количество денег именно индивидуально у каждого персонажа. Соответственно, появится и очень много айтемов следующих. В частности, видим, что у Феникса практически собраны Шивасгард. У ЕСа после Форстафа полторы тысячи монет. Да, я думаю, даггер, наверное, нужно уже делать. И не волноваться. Ну и там что-то у Бристалбека, например, Плейдмейл появляется тоже неплохо. Покупает себе Бладстоун, Лишак и плюс ко всему еще и у него Блинк появляется. Тоже попробуй поймай. Свен попробовал, но не получилось. То есть Юл, Госкептор, мы живем, вкастовываем всякие там различные касты и страдает Свен. А у Свена, между прочим, БКБ осталось 7 секундное. То есть не так много уже. У Драгонайта, видимо, 8. Все верно. Ну и что теперь делать ХГТ? Только что они проверили. Драться в лоб они не могут. Да, конечно, можно это все скинуть на то, что у него был Аегис и решили Бристалбека просто проигнорировать. А Бристалбек не захотел, чтобы его игнорировали и просто зафыркал всех своими иглами. Но вот без Аегиса, мне кажется, будет практически то же самое. Ну да, картина-то не меняется на самом деле. То есть план какой у Свена? Надо за БКБ всех убить. План не реализовывается. Почему? Потому что у всех есть уже эскейпы. У всех есть такие артефакты, которые позволяют кайтить. И вот очень грамотно в этом плане мне нравится. И ЕС собирает себе не какие-то блинкдайгеры, которые бесполезны, да, фактически в этой игре. А Форстап Глиммер Кейп. Это и спасти себя и своих тиммейтов. Что собирает себе Феникс? Шивасгард. Основить противника тоже. То есть замедление дает и скорости атаки, и скорости передвижения. То есть все грамотно. Очень грамотный подбор айтемов. И вот Вичи Гейминг Потеншал. Чувствуется, что у второй карты так вот крылышки свои расправили. Довольно серьезно. Дают бой противнику. Да, можно еще там зайти и барак сломать, или этим займутся уже крипы. Там аккуратничают. Аккуратничают очень Вичи Гейминг. В пятером находятся в одной точке. Будут ли двигаться дальше? Откуда бы просто двигаться? Опять же, стоит ли ломать страджевый барак, или все-таки сконцентрировать свое внимание на нижней линии? Там вот милишный барак. Туда хочется ставить самордец? Там надо отпушивать очень долго. А крипы зашли по миду? Да, да, крипы-то зашли. И действительно можно сейчас ломать уже милишный барак, что в принципе и делает этот дристалбэк. Так, и Найтсен Виза пошел, пошел, пошел. Встречают его с помощью гуф. Встречают он БКБ, Шака пытается пробить. Лишака нужно фокусить. Где фокус? Лишака нет, он просто уходит. Сфен залетает, кого бить? Пытается бить всех. Получает Незер Страйк, кстати, страдает. Ставится суперновый. Ничего не могут сделать ребята из Hyper Glory Team. Драгон Найт дает стан, бит своего, подхиливает. Увозит-таки его на релокейте прямо из-под Эхэслэма. В принципе, неплохо получилось, но за СМД теперь страдает. Баш срабатывает от Янга. Просто вгрызается в него присталбэк. Пытается допинать. И допиновают-таки. Там размен Лишака пока только. Два в один размен. Пытается сейчас так же пробить у нас Феникса. Но суппортов не столь уже жалко. Суппорты сделали все, что от них требовалось. А вот как раз таки Эксель продолжает. Продолжает наворачивать кабинеты всей команде Hyper Glory Team. Их стюди после байбэка. Ты смотри, как зажимает. Ты смотри, как он зажимает. Просто минус два уже сделали. Пытается жить теперь Бристлбэк. Повернули его лицом. И в лицо дает ему air damage. Бристлбэк тоже погибает. Это Тимбайп. Так вот. И барак-то не сломали. Что самое главное. Да, были байбэки у ХГТ. Хорошо. Байбэкались. Старались. Тратили деньги. Но оказались в плюсе. Что по Экспе, что по золоту. И бараки свои не потеряли. Вич и Гейминг слишком заигрались. Ну да. Как-то у них слишком сильно рассредоточились они по этому замесу. Пошли они добивать кого-то там под Т4 Тавер. С Веной они там как раз таки лупили. Очень долго и очень болезненно. В итоге за это время погибли Шак. И не были, конечно, готовы к байбэку Клокверка. Клокверк пришел и в итоге всех победил. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Пока ХГТ еще держится. Да, путем смертей, путем байбэков. Но тем не менее база стоит. Да, база стоит и преимущество-то особо не растет. Даже немножко отыграли. Там чуть совсем. Можно терпеть. Можно. Действительно. Есть Драгонайт. Есть Свен. Это потрясающие герои. Кстати, там тоже Сильверейдж появился у нас у брат Рума. Лин. И все равно зажат остался Коггис. Надо поломать поламывает их сети до конца на Форстафе. Но там же разгон и релокейт залетает. И успевает лишь как на безопасное расстояние уйти. Янг. Теперь оказался среди четырех персонажей противника. Назерстрайк дает КК. Просто как лев он дрался до конца. Залетает Ириньум Феникс. Шивасгард по всем. Отлетел Икару с Дайвом. Облетел кружочек почета. И отошел назад. Ну и теперь на Рошана будут сходить, понятное дело, ребята, из ККТ. Да, нету Спиритбрекера. С другой стороны нет Виспа. Но под формой. И ему нужно это как-то реализовывать. Под медалькой пытается забрать Рошана. Что будут делать у нас с Вичигейминг Потеншал? Будут ли они здесь как-то этому мешать? Вичигейминг ничего сделают и в принципе и не могут сейчас. Хотя Брис Лобек проживает. Просто одну кнопку заходит и начинает. Это Аегис у Брис Лобека. Там еще и суперновый. Сейчас можно как-то пробивать эйры, а нечем, нечем просто сбить телепорт. И отправляются ребята обратно к себе на базу. Да, если бы Шейкер дал их Слэм, изменилась бы кардинально вся драка. Ну возможно да. Невозможно, а действительно, то есть ты прыгаешь и даешь Эхо Слэм в трех героев, допустим. Но это очень жестко. Там весь проказ дальше. Фиссуру, Нчан Тотем. Да-да, если потом удается тебе какое-то время держать Дизебли противник, в то время как Брис Лобек под БКБ зашел накидывать коллспей, это да. От того, может быть, Эхо Слэм и так сильно урона бы вошел. Но в любом случае, Есу нужно было, наверное, все-таки сразу после Форста проживать Эхо Слэм, не ждать удобной позиции. Ну как бы там ни было, вроде Аегис забрали, в итоге этого Аегиса Брис Телбека лишили, 21-27 и черт его знает, опять же, кто сильнее. Ну и главное то, что опять же ХГТ не получили этот Аегис, но немножко отыграли денег, действительно, немножко отыграли в золоте. Что мы видим? Драгонайт после силы гаража, 4700 монет, кстати говоря, не инвестирует эти средства в никуда абсолютно. Свен таки бегает с Деидалусом, ну денег у него теперь ноль. Ну, решил купить себе платмейл, Драгонайт. Я так понимаю, Кераса будет появляться у ДК, потрясающий выбор на самом деле. А более чем стандартное решение, видим, что Брис Телбек тоже не может определиться, что же ему купить такого, у него платмейл, есть Талисман of Evasion. Ну и вот следующие драки. А где у него Сэндж? То есть он разобрал Алибарду? Или как это вообще произошло? Интересный вопрос. Ну, видимо, да. Здорово. Куда пропали артефакты? Да, действительно, куда пропали артефакты. Очень интересно. Решил, видимо, тоже сладкий раз себя выформить, пока медальку оставляет. Покупает себе Кокар Клаб теперь. Ну, какой артефакт вообще собирается собрать? Кто мне скажет? У него Талисманов в Вижен, Платмейл и Огр Клаб. Это вот из трех вот этих вот айтемов независимых. Собери, один арт называется. Может, он просто где-то Сэндж потерял, я не знаю. В Курьере, может? Нет, в Курьере нет. Где он оставил Сэнджа? У него нету просто Сэнджа, нигде абсолютно. Как это произошло? Не знаю. То ли мы с тобой дно, то ли он что-то такое интересное изобразил. Может, он что-то продал, не знаю, чтобы купить что-то другое. Непонятно. Я тоже даже представить себе не могу. Просто у него еще и сыр есть каким-то чудом. Ладно, ладно, мы все. Потом почитаем Твиттер. Слушай, может быть, он заходил в тот замес, когда в Рожане выкинул, его разбили. Ну, что-нибудь так, какой-нибудь трэш произошел. Короче. Но Бристалл Бэк на самом деле вот на Творс четвертый. Судя по всему, действительно каких-то там айтемов он лишился. Ну, Сэндж у него точно пропал. А возможно, действительно, он еще и Талисманов Эвейджин купил. Может, он... Правда, почему Алибард? Почему не Мекку? Короче. Ладно, да. Но одним словом, он остался без Алибарда и без своих денег. А сейчас с непонятным набором айтемов. Которые не совсем друг с другом сочетаются. Нет, Плотмейл также и останется, я думаю. Это в очередной Сэндж. Просто, да, есть вот рецепт на Сэндж. И действительно он потерял Алибарду. Все, теперь все ясно. Окей, разобрались. Салки раз, вернее, есть у АМ. По-прежнему, конечно, не забываем, что в ХГТ снесенные медлиния. Снизу стоят два барака. И хотят, конечно же, Вичи Гейминг поломать. Но это будет их победа, фактически. Снести две стороны. То есть противнику будет довольно сложно отбиваться. Но пока без боя ХГТ не сдаются. Будет фарм. Есть сыр у Вичи Гейминг Потеншал. В ХГТ есть желание подраться, судя по всему. Собираются они вместе. Вот видим, что Клокверк не дофармил до Аганима. Буквально 500 с небольшой монет. Да, на самом деле, что вот есть сыр у Бристлбека. Это очень много значит. То есть его и так очень трудно убить. А здесь он еще и сыр съест. Прям супер-супер. Ладно. Халберт номер два. И в Смаках ребята отправляются куда-то у нас вперед сейчас. Может первый плохо работал просто. Просто вперед. Может быть, неправильно попался. Как-то прокованный в магазине купил, продал новый. Кто знает. Может, ему просто нравится Халберт побольше собирать. Может, ачивка такая. Видишь, это компендию. Собери три и Халберта заиграю. Ладно. Короче, пошли под Смаком. Нападает Тереним на Эя. Ох, ты посмотри. Могут его убить очень быстро. Тереним заходят ребята из ХГТ. ХГТ и Релокейт спас Висп. Он реально спас на Релокейте. Красавчик. Но сейчас боты его обратно встречают. Драгонайт живой. Но Драгонайт живой. Умрет у нас опять же один Висп. Не умрет. Да, 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 да. Действительно, даже не умрет. Просто отошли в сторону. Ой-ой, хорошо, конечно, сейчас играли. Висп сейчас играл как царь просто на Релокейте. Последнюю секунду увез Драгонайт. Драгонайт, потому что уже на грани смерти был. Четкий темплей. Если бы немножечко Драгонайт подставился подальше от своей базы, то тогда, конечно, Вич и гейминг потенциал его не отпустили. Но попытка была интересная. Под смоками вот так вот прошлись. Посмотрим, может быть, теперь ХГТ нас порадует своей выходкой из базы. Да, Рошан еще очень долго. Пять с половиной минут. Нам ждать следующего Рошанчика. Поэтому или пять минут фарма, или пять минут каких-то смоков в чужие леса. Посмотрим. Действительно, посмотрим. Клакверка. Совсем немножечко осталось до Аганима. Но дело в том, что надо также оставлять на байбэк. Как Изэриал появился у Лишрака. И вот, конечно, того же самого Драгон Найта или Свена под Изэриалом будет сжигать лин колоссально. Ну, видите, да, БКБ, собственно, у Свена пятисекундная, у Драгон Найта там иди пятисекундная. Сейчас Изэриал действительно очень хорошо будет заходить. Лишаку хочется собрать еще какой-нибудь стандартный такой актеринкор, который стал стандартным после выхода, собственно, этого предмета в новом патче. Надо бы купить. Полезно будет ли, Шак будет отжараться, опять же, и довольно сложно его будет собрать. Увеличив свою выживаемость. Плюс ко всему, быстрее и больше урона будет, естественно, наносить Драгг. Но это может быть потом. Пока, видим, оделся он довольно тоже плотно. Бристиллбек. Точнее, спиртбрекер. Покупает себе, видим, Владмир. Там, теори, не только-только Солар Крест появляется у Виседжа. Покупает себе. Да, у него там и Аганим, и Гост еще есть сверху. Как бы Виседж тоже имеет вес, так сказать. Причем очень хороший. Что касаемо суппортов. XTT здесь ровно выступает суппортом. Прямо конкретно суппортом. Но даже у него есть уже практически Аганим. Действительно, мы играем 47 минут. 47 минут карта. Прошлая была 66 у нас. Игру назад. Так, Драгонайт. Теориенем Бристиллбека заходит. Стан дал, но бьет ему в бок. Теориенем Стан Свена. Залетает Коги. Стоят неприятные, конечно. Но пытаются очень быстро сдуть спиртбрекер, который дает Незерстрайк. Перед своей смертью он даже еще не умирает. А Свена-то разобрали, ставит Супернова. Эхо-слэм залетает. Ой-ой-ой, а Супернова-то будет сейчас перерождаться. И проблема. Чарль снова залетает спиртбрекер. Боже, как он живет. Сан Рэй опять до минус 3. Байбэк делает Свен. Моментально разложили вичи гейминг потеншал. Практически без шансов противника. Зажимает Клок ВРК. Клок ВРК у нас тоже погибает. Феникс мертвый. Хорошо, братрум. В принципе, выжил. В любом случае, ребята ломают сторону. Ребята свое дело сделали. И нужно уйти. Нужно просто уйти отсюда. А надо ли уходить? Драгонайт минуту не будет его. А там только нет Феникс. Феникс может сделать байбэк, вернуться и просто поломать третью сторону. И все. Отойти, передышать немножечко. Потому что, опять же, нет никаких костов. Все было потрачено. Всех, слэма и так далее. Ну и, в принципе, там Свен. Ну, БКБ откатилось. Хорошо, БКБ откатилось. Но он также без виспа. Ребята решили отойти. Да, можно было бы еще немножечко поломать. Понадежно сыграть. Но вот сделали дело. Действительно, сделали то, что было запланировано. Пришли. Вдобавок, еще и убили нескольких героев и сломали бараки. Вот и все. Да, сейчас дождутся, видимо, появления следующего в Рошана. И уже комфортно будут пытаться эту игру заканчивать в свою пользу. Да, МХГТМ на грани поражения в этой карте, на самом деле. Ничего у них не получается в драках. Мы это видим. Внезапно сейчас они пытались зафокусить Бристлбека. Били его в бок. В итоге не пробили абсолютно. А там Эзериал еще на него кинули. Еще и Эзериал. Ну, то есть подсейва хватает вполне. Плюс ко всему, Спиритбрекер каким-то чудом вообще в живых оставался. Бегал в замесе. На лоу хп его никто пробить не мог. Он на всех расталкивает. Незерстрайки дает. Ну, то есть кошмар. Совсем кошмар. В итоге Свенка герой себя не раскрывает в драках. Получается, не особо много демиджев дает. Драгон Найт тоже. Невкова. Просто Невкова. Если того же самого Бристлбека бьют, летит Эзериал в Бристлбека. Он спокойненько убегает. Если что, есть Ветра. Есть Незерстрайки. Есть очень много различных гадостей, которыми… Есть Алибарда. Форстаф, Глимеркейп. Да, просто колоссальное количество, опять же, вещей, которые мешают Свену прям шинковать всю команду Вичи Гейминг. Ну, вот поэтому и чувствуется, как раз-таки, слабина таких миличных кор-героев жестких. Которые ДПС-то вроде носят в теории много, а на практике кайтят, кайтят, разводят и не дают ничего сделать. Вот под смоками сейчас ХГТ чуть ли не последняя возможность у них как-то сопротивляться в этой игре. То есть они будут претендовать на убийство Рошана, судя по всему, и там у нас должна будет завязаться какая-то драка. Но стояет Вичи Гейминг Потеншил аккуратно на своем пригорочке. Готовы встречать бойцов с стороны Радиант. Вот они заходят в спину, кстати, по-прежнему под смоками. Драгон Найт активирует форму. Готовы ли к этому заходу? Драгон Найт. Кого? Феникса? Да, очень быстро Феникса пытается забрать. Феникс умирает очень быстро. Ку-керпостел Коги не самый удачный. Глиммер Керпти Ренем ЕС просто пытается уйти. И шачок здесь под Кускептором живет. Незер Страйка забирает Виспа очень быстро. Приходит в станции Ренем Бристлбек. Феникс после байбека. После байбека нужно уже юзать Супернову. Хорошо, есть Супернова. Ее пока что не убивают. И как же умирают все здесь Гипер Глори Тим. Очень много урона у Вич и гейминг потенциал. Хотя Эйр до победного дерется И ты посмотри, как XCT сейчас навалил Так же очень серьезно Есть в байбеке Эхо слэма, так пальцы внезапно Фрустав сразу же Клакверка пытается уйти Разгон до конца И Естом Тиренем погиб Лишак байбек сделал Не добежал здесь над Тиренем Янг Просто накидывает урну в Шарлос Пытается пробить с руки Гретар Баш Как бы сейчас Немножечко Янг и хукшот Отлично отыгрывает XCT Он просто уходит на 200 хп Лол, ты посмотри Там Тиренем правда разобрали такие висы же Но это Лишак Лишак, который сделал байбек Чудо-драки у нас сейчас происходит Действительно Там чудо-база горит сейчас А дефить некому Ты посмотри Байбек можешь сделать только висы Клакверк на лоу хп Просто до фонтана бежать И приходит Лиша Спиритбрекер В таком оночку за ним Ты посмотри до фонтан На Коги ставится Бить-то 4 товара можно Лишак уже подошел Бристиллбек тоже здесь Они прекрасно понимают Что это их шанс Просто закончить игру в свою пользу Да, и скорее всего Они ее закончат даже в свою пользу Потому что не будет Там еще 40 секунд Кор-героев Там нут хорошо 30 секунд у Драгон Найта Можно ломать Можно ломать Они успеют Успеют И по-моему это good game По-моему гипер-глори-тим Пытается сейчас отбиваться Ставит коги Есть форстап Good game ball played ГГ Пишет за SMJ Вот такая вот Потрясающая карта Длительностью В 51 минуту Ставится пауза Ну там дверь пока закроет Или телефон Сейчас просто напишет Что Продолжаем играть Видимо промискликал Судя по всему Просто против холоду Куда или кака В общем-то Они не согласны с поражением Написали good game ball play То есть с этой игрой Они тоже согласны Ну у нас получается Еще один матч Который заканчивается Счетом 1-1 Верно же? Очень интересный матч Действительно Причем этот матч Он был самый наверное Плотный Из более-менее Равноценных команд Потому что Первая карта 66 минут Вторая карта Вот заканчивается 51 минута Там Я слышал На пролитрансляции Игры по 20 минут А у нас там Такое решение Двух картов Часовые Все просто карты часовые Ну тем интереснее Тем интереснее Нет На самом деле Круто Вичи Гейминг Потеншал Сегодня обломали стрик К команде ХГТ И ХГТ могли закончить С счетом 4-0 Но заканчивают 3-1 Значит и Вичи Гейминг Потеншал Интригу сохраняют В этой сетке Собственно Вот такая вот у нас Такое событие Скажем так В рамках Третьего матча На сегодня Да На пути у нас будет Еще два матча И этот матч Разберут по полочкам На собственно аналитике Которую мы Передадим Собственно слово Прямо сейчас Ну а к вам мы вернемся Уже на четвертый матч После рекламы Испорт Бэтс Ком Сервис где геймеры Ставят реальные деньги На виртуальные события Только здесь Лучшие коэффициенты И самый широкий охват игр От Доты 2 до Хардстоуна У нас зарегистрировано Более 200 тысяч пользователей Присоединяйся Докажи Что ты лучше всех Разбираешься в киберспорте Кто сделает персплат Кто заберет первого Рошана Кто выиграет на живой раунд Участвуй в гонке предсказателей И зарабатывай реальные деньги Чем больше ставок Тем больше бонусов Вознаграждение за первый депозит До 600 долларов Испорт Бэтс Ком Живой азарт И холодный расчет Испорт Бэтс Ком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова